Командир, летящего сквозь бурю, ей не слишком понравился. Какой-то лощеный, холеный, аристократичный. Разве такими должны быть боевые офицеры? И взгляд не понравился. Слишком холодный, оценивающий. — Аврора и Редина, Вайндграсс, сплошные звездные дипломы. Аврора преданно ела глазами начальства. — Вы действительно профессионал в своей области? — Так точно, терполковник? — Верит, дерьма не выпускает. Но чтобы баба и закончила академию... Аврора не сдвинулась с места, не моргнула, даже не вздохнула лишний раз, просто поменяла выражение лица. Потренировавшись на Роне, она обнаружила, что так тоже можно. И сейчас на ее лице было большими буквами написано «Еще один тупой, ограниченный самец». Кажется, полковник это понял. — К тому же у тебя диплом навигатора. За красивые глаза его не получишь. Действительно хорошо разбираешься? — Так точно, терполковник. Теперь Аврора смотрела спокойнее, с выражением «проверил бы сам и отвязался». И полковник это понял. — Мы должны идти на учение в квадрат бета. 37-12. Карты возьмите у штурмана. И садитесь за расчеты. Мне требуется максимально короткий и удобный курс. — Слушаюсь, терполковник. Принесете мне расчеты, как сделаете. Я проверю. — Слушаюсь, терполковник. Разрешите исполнять, терполковник? — Каюту покажет старпом. Обратитесь к нему. — Слушаюсь, терполковник. Разрешите приступить, терполковник? — Идите, старший лейтенант. Аврора отдала честь, развернулась на каблуках и вышла. — Расчеты? Это ей знакомо. Сейчас определится с каютой, возьмет карты и приступит. Для того ее и учили. На корабле Авроре понравилось. В условиях невесомости она чувствовала себя великолепно. Ведь звезд вызывал у нее чувство, близкое к счастью, а необходимость копаться с программами и железками, рассчитывать и прокладывать курс, ей это просто нравилось. Даже не просто, очень нравилось. Возиться с головоломными уравнениями, учитывать тысячи и тысячи параметров, рассчитывать трассу, иногда на грани фола, Смотреть, как громадный корабль идет через гиперпространство, повинуясь ее указаниям. Это было счастье. Экипаж на корабле тоже подобрался неплохой. Командир хоть и казался редкостным снобом, но дураков не терпел. Стоило ему убедиться, что Аврора получила диплом не просто так, и полковник мгновенно прекратил к ней придираться. Наоборот, распорядился, чтобы девчонку не трогали. Хотя ее и так не трогали. Женщин в космосе хватало, тем более таких, которые на все готовы сами. И как сексуальный объект Аврора просто никого не интересовала. Да, симпатичная, даже красивая. Но красоту еще показать надо. А это вечно в комбинезоне на пару размеров больше, вся в смазке для двигателя и каких-то подозрительных пятнах. Волосы туго заплетены в косу, выражение лица самое недружелюбное. Кому оно надо связываться? Удовольствие с такой девицей явно не получишь, а проблем будет сколько угодно. Так что мужчины сделали пару авансов, получили решительный отказ и отвязались. Женщины, видя такое дело, наоборот, стали относиться к Авроре намного лучше. И девушка смогла работать спокойно. По большому счету, ей было все равно, как к ней относятся. Но если положительно, тем лучше. Быстрее можно получить все необходимое. Точнее выполнят твои распоряжения. Хотя особенно Аврора никем не распоряжалась, ее дело было просчитать трассу и отдать штурманам. Те вводят все в компьютер, а по получившейся трассе уже идут пилоты. Аврора только проверяла. К большой радости штурманов Аврора была замечательным товарищем, когда дело касалось работы. Проверить, поправить, помочь ввести данные. Да запросто. Даже если ради этого придется с кем-то посидеть на вахте. Что страшного? Ей не сложно. Ее обязанность – рассчитать курс, проложить его. А это не сложно. То есть не сложно это было только для Авроры. Рассчитывать головоломные уравнения с тысячами параметров, учитывая малейшие детали. Ей это доставляло удовольствие. Она копалась в справочниках, искала цифры, учитывала малейшие изменения, смотрела сводки, обрабатывала громадный массив информации. И не только для себя, но и для других кораблей эскадры. Вообще на эскадру полагалось три навигатора. У Винсона-младшего они были. Один на флагмане, два на крейсерах. Но, судя по их трассам, Аврора считала коллег бездарями. Девушка просто не принимала в расчет, что ее-то мозг используется целиком на сто процентов. А нормальный человек от такого сойдет с ума. Остальные-то навигаторы были самыми обычными людьми, без сверхспособностей. Талантливые математики, физики, да, но не более того. Хотя и Авроре иногда было тяжело. Накатывали приступы головной боли, ее трясло, отчего случалось замыкание у всей окружающей техники. Потом приходилось ликвидировать последствия, но вроде девушка пока справлялась. Никто ни о чем не подозревал. Калерия знала, но что она могла посоветовать дочери? Только одно. Держись, малышка, и береги себя. Жутко хотелось самой повезти корабль, но пока ей это не доверяли. Поэтому девушка ограничивалась тем, что путешествовала по системе управления. Компьютер же. И сеть. А где есть сеть, там она может пройти. Спокойно и не напрягаясь. Поправить ляпы, которые допустили при введении ее расчетов в компьютер. Немного погулять и ощутить себя единым целым с громадным кораблем. Он ведь тоже живой. Если кто-то думает, что космический корабль – это мертвый набор пустых железяк, он сильно ошибается. У корабля есть своя душа, сердце, разум. Он такой же живой, как и любой человек. Только люди могут разговаривать. А корабль – он тоже может, но поймет его далеко не каждый. Может быть, только она и понимает. Но об этом нужно молчать. Чем меньше людей знают о ее способностях, тем лучше. Аврора приходила на дежурство, садилась в кресло, клала руки на консоль и улетала. Ее уже не было. Был громадный корабль, почти живой организм. Уютный, спокойный, серьезный и собранный. Аврора чувствовала его весь, целиком. Руки, катера, сердце, машинное отделение, крылья, дюзы. По проводам, нервам бежали импульсы, передавая ее волю, позволяя убогим протоплазменным существам передвигаться по космосу. Смешные люди, странные люди. А впрочем, какая разница? Авроре был важен корабль и космос. Им корабль и карьера. Так что общий язык найти можно. Спустя три стандарт-месяца. Тер Веретт, а я уж думал, ты мне никогда не позвонишь. Я и не хотел. Думал, подсунули подарочек. Это ты про Аврору, что ли? Ага. Ну и как? Поумнел? Тер Алексис Веретт смотрел на своего бывшего выпускника с улыбкой. Даже дослужившись до капитана корабля и получив полковника, Майкл Данелли оставался для него просто курсантом Данелли. Поумнел. Поблагодарить вот хотел. Благодарность в живом виде. Ухмыльнулся Алексис. Майкл тоже ухмыльнулся. Вот прибудем с учений. Опять? Да, у нас Висен-младший уже в конец озверел. Гоняет и гоняет. Хочется мальчику поиграть? Хочется. Вот и гоняемся с одного края галактики на другой. Терпите. Да так он, в принципе, не дурак. Даже вроде талантливый. У отца есть немного. Мужчины обменялись понимающими ухмылками. Никакими талантами Винсент старший не обладал, если не считать таковым снобизм и кучу связей. А младший, ну, бог с ним. Пока войны вроде не предвидится, вреда тоже не будет. Ну, освоилась там девочка. Не то слово.